Вот. Что случилось, Иван? У меня что-то проблемы с интернетом были. Сейчас все нормально. Ладно. Я сразу спрошу, вам сколько лет? Подождите, сейчас я наушники подключу. Секундочку, иначе пигнем. Секундочку, секундочку. Я успеваю. Напротив остановись. Как так? Вот так? Так. Ага, вот так, хорошо. Не опускайтесь. Ушло куда-то. Все, вы провалились. Повыше. Подождите, сейчас подключу наушники. Давайте, давай. Вот так бывает. И сразу. Сейчас я включу видеосвязь, Игнатий Тихонович. Давай. Вы меня слышите, да? Да. Маленько повыше вы сделаете, так что... Вот так. Во-во-во-во. Закрепитесь. Закрепитесь, не уходите. Вам слышно? Да, Игнатий Тихонович. Так. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Не против. Мы говорим... Не против, да? Мы говорим о хорошем. Я буду комментировать то, что вы мне написали. А девушке вашей... Это для многих будет полезно. Потому что то, что вы именно обратились к молитве, это замечательно. Только пересади ее слева от себя. На правой стороне никогда, чтобы не была. Правая сторона мужчине принадлежит. Запомни пока. Она мне понравилась, Ксения твоя. Говори теперь. Она щелку не постригает. Грудь не открыта. Ну, замечательно. Видно прямо. И вот, вначале все было хорошо. И так далее. Как я писал вам в письме. Да. А потом она стала говорить, что будь со мной пожестче. Будь со мной мужчиной. И так далее. И так далее. А меня как-то не получает. Она меня уже и провоцирует. Пробует, чтобы я на нее кричал. Чтобы я ее приструнил. Где-то, где нужно. А я мягкий. Я в церковь хожу. И она не рожденная свыше. Она не привыкла, что человек может подавлять свои эмоции. И просто не показывать это. Понимаете? И вот так. Так давай по частям, Иван. Вот вы мне немножко сказали, чтобы там не забыть. Я вам сразу буду говорить. Мужчина отличается от женщины внешним видом. Вы не отличаетесь. Повторите. Сколько вам лет? 21. 21. Почему бороду бреешь? Борода это знак того, что ты уже не младенец. А это вот у вас там окатоличное, у на Украине. Это сплошь и рядом такое. Вот с сегодняшнего дня, если ты хочешь, чтобы молитва была услышана, бритву выброси. Выброси, оторви там шнур от нее и все. Больше не прикасайся. И ты увидишь, отношение будет меняться. Она начнет на это говорить. А ты теперь покажи на иконы, скажи все иконы. И дальше начни по порядку говорить. Я маленький такой, мирской пример скажу. Вот я еду на поезде. Ну, а проводники выйдут. Ой, как зарос-то, как дикобраз. Да как тебя жена к себе допускает. Я молчу никаких. Да что ты, да чего она вам нужна? Это там шерсть такая. Я говорю, бороду-то отпустил. Я говорю, а почему у вас бороды нет? Так я же женщина, я говорю. А я мужчина, весь ответ. Я говорю, посмотрите. Возьмите любую книгу, где изображен Фридрих Энгельс. А это в советское время было. У него борода чуть-чуть видно, ямочка, где он не подстригает ничего. Даша Карл Маркс, у него покороче, она такая непостриженная. У Ленина только клинышком. Друг за другом. У Сталина только усы. А у Хрущева с Украины приехал. У него и на голове уже ничего нету. Понимаете, один за другим. На кого мне быть похожим? На Христа совершенный образ. Он ни бороду не брел. Апостолы все до одного с бородами. Пророки все до одного. И когда я вам о бороде, материал, если вы зайдете... Я, Игнатий Тихонович, я про бороду четко знаю. Знаю каноны. Что даже по-бритому сорока уст не считают. Да. И так далее. Но мы с ней сказали, что если Бог даст, мы в будущем, когда будем вместе уже, ну, повенчаемся, тогда я бороду отпущу. Не надо. Ты умрешь сегодня, как пес смердящий. Вот так. Протопопа вакуум называет блудодейная ересь. Блудодейная. И на этом все сказано. Не делай этого. Потеряешь ее, не важно. Ты потеряешь благоволение Божие. Ты будь мужчиной, твердо скажи. Больше бороде не касаться. Она увидит имя мужчины. Именно что ей надо. Это хорошие слова. Я мужчина, и все на этом. Когда бороды повредили, да вы даже в Иерусалим не пустил. А я иду, скажи, в небесный Иерусалим. Это моя власть над тобою. Ты говори не как власть имеющая. Так положено, скажи. Посмотри на все изображения. Посмотри Попов по порядку. Достоевский, Леп Толстой. Ну по порядку тебя называют классиков наших-то. Посмотри. Адмирал там, которые... Ну, были адмиралы. Вот. Посмотри на них. И ты увидишь, как они выглядят. Какие у них бороды, какие они были. Царь Николай II. Ну посмотри Александр. А то уж которые там были бриты. Александр III. Погляди, какие они. Вот так. Да. Я просто... Почему попросил вас молиться? Ну просто я знаю, что... Вот такую историю. Значит, был мальчик. Он с 12 лет занимался игрой на пианине. И вот случился несчастный случай. Он, значит, стоял у двери. И ему дверью отрезало три пальца. Три пальца. И он молился святителю Луке, воину Ессеневскому. Вы, наверное, слышали про него. И пальцы буквально отросли. И врачи не могли поверить, что такое возможно. Если бы просто кость отросла, а то все, все пальцы, все нервные окончания. Поэтому я знаю, что молитва, она может быть услышана, и чудеса бывают. А вы где это видели такое? Где читали? Я читал это в интернете. Видел ролик, передача, пусть говорят. Я ввел чудеса по молитве. И там видео подписано, что меня убило, конечно. Меня как разумного читающего христианина убило. Видео называется, не пусть говорят, а волшебная сила молитвы. Меня это убило. Волшебное. К молитве мирские люди подходят к молитве, как к заклинанию, к волшебству. Я знаю, что молитва это искренний разговор с моим Господом, с моим Иисусом, который умер за меня. Ну, это не суть. Вот так это видео называло. Там я услышал эту историю. Ну, понимаете, мне приходилось подобное слышать. И когда познакомились, ничего этого не было. Шарлатан. Не было. Не было. Просто не было. Было раздавлено. Я видел, как стояли там где-то в туалет заходят, в поезде. И она облокотилась вот так вот. А там дверь-то хлопнула, и ей пальцы раздавило. Раздавленные пальцы были. А они считают, нет, уже все, оторвано все. Вот смотрите, вам видно или не видно? Вот у меня палец. Вот фаланги нету. Она могла быть... Почему немец? Немец мне оторвал палец. Штыком. Понятно? И я молился с детства и прочее. А что, отрос палец? Нет. Но такое бывало в житиях святых, святой Мина. У него ноги отрубили и сожгли. И церковь молилась. У Иоанна Дамаскина рука приросла. Но таких случаев было примерно три за две тысячи лет. Поэтому то, что они показывали, да еще слова волшебные, эти были гиганты духа, веры. И через это, что с ними было, обратились многие люди. Здесь ничего этого нет. Если я его где-то ударил, а позвоночник сломанный, то это молятся, что нет. У Бога другой план был. Другой совсем. Я бы стал сейчас молиться, а Бог не прирастит мне. А я и без этого прожил. У меня отец с фронта пришел, рука вот так вот левая. Вот так у него. Под самой плечи. Маленькая культяпка была. Ну и давайте молиться, чтобы рука приросла. Да что говорит-то? Я как-то говорил, ну, конечно, Бог слышит. Вот я сижу дома. Мне надо выйти на центральный проспект, и там автобус есть. Ну, да не вот здесь километра полтора. Ну, молиться-то можно. Я сейчас скажу, Господи, сделай так, чтобы этот автобус у меня возле дома останавливался. Ну, ему маршрут туда менять. Зачем он за мной за одним поедет? Или трамвайную линию, Бог может мне прямо в комнату провести. Бог-то может. Но написано, не искушай Господа Бога твоего. Пальцы где-то, и музыкант. Да Бог знает, что ему не надо быть музыкантом. Музыканты, они хилые. В вере, чтобы там редко-редко, чтобы где-то был музыкант. Практически мы не знаем. Там песнопевец еще как-то, еще бывает. Это все мирское. Когда они на этом... Вот песнопевец Давид. У него пальцы и все. Он вошел в историю. А много ли таких? Даже в житиях святых и то... Ой-ой-ой, как мало. И был такой Иоанн Кукузель, Ваня ваш тоже. У него голос был. Он был маленький и пел. Ну, его посылали пасти коров. Он когда пел, коровы переставали есть. Переставали есть. Но его кто-то услышал, его сразу в царские палаты, и он там в патриаршем хоре стал петь. Но больше ничего про него неизвестно. Он не миссионер, он не подвижник. А другой бывает, ничего этого не имеет совершенно. Но твердая, крепкая вера и до конца вселенной провести может. История нам говорит о таких. Как апостол Павел. Только злобой наполненный был. Мучил христиан. Ну, как ИГИЛ, самый настоящий. Исламское государство. Христианам головы резал. Так скажем. Ну вот, осеял его свет на пути в Дамаск. Как раз в Дамаск. В Сирию, где есть-то. И мы знаем, что из него получилось. Так что вы не Ксению просите. А просите быть истинным христианином. А если нужна она, добавляя скромно, сбоку, просто погаси в себе этот жар. Ты не знаешь, что дальше будет. Потом ты будешь каяться, кого ты взял. Дерзкий, скажешь, характер у нее. Она не слушает. Она тебя все время будет давить под себя. Напоминать тебе, какой ты был. Слюнтяй. Да как бы не я. Ты бы так и возился где-то. Это я тебя в люди подняла. Ты шнурки себе не завяжешь. Это я тебя в люди вывела. Последний магиканша у Антона Павловича Чехова такое. И вот к брату, когда она приехала попутно сказать-то. А Елисей его звать. И вот он пошел. Она ушла в другую комнату. Елисей, я отдыхать ложусь. Иди, мух отгоняй. Фу, он говорит, ведьма заездила. А селку изобретал. Заездила ведьма. Она заездить может. Поэтому твердо, крепко держись. Сидеть только слева. К бороде не прикасайся и крепко молюсь. Я молюсь, чтобы нам быть настоящими христианками. Христиане, чтобы мы были. Я был христианин и ты. Жена да боится мужа. Поэтому слушайте меня, что я тебе говорю. А ты уже по слову Божию. Идем в храм. Она не идет, ничего с ней разговаривать. Идем в храм, скажи, сегодня. А потом мы поедем к родителям, чтобы они меня увидели. И все время тренируйся. Ты учишься в университете. Хорошо. Я тебе добавляю. Потому что у меня путь этот пройденный. Ты не довольствуй с этим. Ты заочно можешь второй университет захватить. Изучай английский, китайский язык. Это нам все сгодится. Уже рядом все стоит. Иначе будешь у них сторожем на нефтяных вышках. То есть ставь себе такую программу, в которой тебе спать некогда будет. Вот у меня в жизни это было. Я прошел. У меня два с половиной часа на сон. Остальное время только на учебу. И мне не стыдно сейчас оборачиваться назад. Не стыдно. У меня только архив из газет 13 метров высоты лежат. Не считая книги. И обязательно какое-то ремесло. Я был переплетчик, реставратор. Кроме того, что я строитель дома. Занимаюсь, сижу, делаю там с магнитофонами. А одновременно насчитанное на моем сайте. Ты был, если? Был. И там насчитанное 50 книг. И златоуст, и жития святых, и добротолюбие. Слушаю, а сам работаю. Иначе я усну. А где этот пример взять? И Елизаров Костник. Курган. Он говорит, днем я преподаю студентам, профессор. А ночью я на станке работаю, вытащиваю там эти стержни, которые ногу удлиняют, Костник. То есть найди сам себя здесь. Выпроси у Бога. Займи минуты, чтобы не было. А я вот о ней молился. Сказал и все. Ее вымаливать не надо. Ты доверился Богу. И она должна увидеть сама, что ты не такой, как прочие. Что ты крепкая стена, а не какой-то слюнтяй. Ты делай дело, а она увидит. Она обязательно увидит об этом. Отдай мне ее, Господь. Дал Господь, ладно. А что это? Она скажет, мне нужна машина. Все. Дальше нет. Я привыкла у папы в четырех комнатах одна быть. Ты тоже не можешь. Она тебя будет понужать. И она будет тебе неверная. Потому что она будет искать то, что привыкла. Ты ее сейчас, сегодня уже должен перетянуть к скромному образу жизни. Одеваться должна так, я уж не говорю, как мусульманки. Ну, прилично. Чтобы всегда была в платке. Без платка, чтобы я тебя не видел больше. Вот у меня брат в армии служил. И говорит, один парень такой, ну, такой видно, что что-то знал маленько. И у него девушка или кто там брюки наделала. Тогда еще лет 30 назад этого не было. Что, я, говорит, сразу приехал к ней, там, на лапшу все изрубил и выбросил. Все, одела юбку. Она уже поняла, это муж. Это не хлюпик, не подкаблучник. Подкаблучник это самое срамное, что за мужчиной может быть. Что бы она ни сказала, подожди, последнее слово за мною. Что бы она ни предлагала. Я не пьяный, я трезвый, давай вместе обсудим. Последнее слово за вами. Сказал, собирайся, поехали. Все. Допустим, ты военный. Тебя перекидывают с одного района в другой. Можно отправить в Сирию. И ты должна поехать, если разрешается. А не так, я уехал, а ты будешь тут на площадке искать удовольствие. Вот избирай что. А не то, что она внешность. Конечно, она не косая, не горбатая, не одноглазая. Но ты смотри. Внимательно приглядывайся. И должен увидеть в ней то, чего она сама себе не видит. Она в тебе увидела, а ты в ней нет. А ты бы ее еще увидел. Скажи, а чего ты так наседаешь? Мы еще никто. Мы молимся. Не бойся потерять. То, что для тебя назначено, в сто раз лучше может быть где-то. Иногда мы добиваемся своего. Но карман прохудился. Меня подрезали. И хорошо. Что я думал, купить не купил. Прошло время. Я теперь оборачиваюсь назад. Хорошо, что это не случилось. В моей жизни так и было. Я кому говорю, у тебя какое, говорят, мечта. Мечта не хорошее слово. Желание было, кем быть. Ну, начинают там где-то. Ну, я делаю печи людям. И ребятишки маленькие стоят. Я спрашиваю, кем ты хочешь быть? Ну, космонавтом. А мужик подошел к соседнюю. Ты будешь пьяницей, как отец твой. Отец у тебя был шофер, его выгнали оттуда. А у меня в лагере один ребенок. Я говорю, а ты кем хочешь? Я. Я буду машины ремонтировать. Ух ты. А почему? У меня папа ремонтирует. Он многое мне доверяет. А сам совсем лет 10. Девочка одна. Ну, там кто-то там с чем-то. А одна говорит, а я ветеринаром буду. Почему? Мама ветеринар. Она на птицефабрике работает. Я говорю, вот вам и надо пожениться. У вас всегда полный достаток будет. Понятно? Надо смотреть. Специальность должна быть не какая-то экономист, а то исторический факультет, учитель. Самое не нужно. Если историк, он говорит, по специальности это никто. Выброс. Ты будь слесарем, кем угодно. Но Павел говорит, трудитесь своими руками, руками. Было бы из чего выделять нуждающимся. Вот как молодых людей надо наставлять. И еще раз, и никакой работы, конечно, не продавать водку. Не табак выпускать. То, что вокруг тебя поставили. На первом месте это земледелие. То есть сельское хозяйство. Скотина. То, что мы питаемся. Второе место это текстильная промышленность. Одеть. Бог сотворил Адама. Дам ему сад. Второе. Одел его шкуру. А третье. Жилище. Нашел пещеру. Залез в нее. Вот три специальности главные. А остальные там, все остальные там далеко-далеко с вылезной чашкой стоят в очереди. А я, что интересно, учусь на мэтере, я не знаю, как по-русски. Таможня. Податкивать. Вот Никита из Украины, говори ему. По-украински. Податкивать. Налоговая, налоговая. Это самое презренное, говорит, как мэтере-грешники. Вы на каком курсе учитесь? Уже пятый. Это да. Пятый. Далеко. Ну смотри, там можно тоже налог-то это законно брать-то. Налог по закону. Нигде не нарушай. И хороший будешь мытарь. Обратившийся. Вот и ты будешь как надо. Но это, конечно, специальность такая. Там искушений много. Кто-то постарается от налога уйти, взяточку тебе подложить-то. И ты поплыл. Что я интересен, я с 15 лет, как получил от бабушки Библию, Новый Завет, начал изучать меня. Что интересно, друг мой, евангельский христиан-баптист, он лучший мой друг, я его могу назвать друг, он евангельский христиан-баптист. Я пошел к ним, они мне начали задавать неудобные вопросы. Там про иконы, про святых. Я с 15 лет сам. Я заходил в храм, плакал, меня душа мучила и так далее. Я с 15 лет сам изучал, начал с проповедей отца Олега Стеняева, отца Даниила Сысоева. С 15 лет сам часами слушал Алексей Ильич Осипов и так далее. Ну, сейчас я понимаю, что там он сущий еретик, по сути. Но сам изучал. И я грешным делом молился, чтобы стать священником. Чтобы стать священником. Но Господь мне четко показал, что иди учись дальше, на пятый курс. Да учись. А там будет видно. Я, что интересно, любого священника, вот даже по бороде. Я имел бороду. Это она меня... Уже она, уже тебя подмяло. Подмяло. Блудодейная ересь, повторяй все время, блудодейная ересь скоблить. Я священника могу, опять же, по вашему материалу и так далее, могу, ставил под пояс. Они мне... Еду с поступления на пятый курс и встретил священника. Он мне говорит, так как я с бородой был и все. Вы на каком приходе служите? Я не служу. И, ну, есть у меня такая... Возможно, в будущем я буду работать и заочно учиться в семинарии. По чаю. Возможно, не знаю. Не торопитесь. Самое сложное, трудное. Сначала хорошо. Заведите в интернете шесть слов Иоанна Златоуста о священстве. За... Я читал. А, не читал. Ты проникнись этим. И ты увидишь, что это, с чего требуется. Туда лезут такие, которых на пушечный выстрел нельзя допускать. Какой он должен быть? Понимаешь, что... Куда? Что это? Если святитель отказывался. Святитель... А что там спрашивают? Да. Меня вот всю жизнь сватает. Меня всю жизнь. Я давно бы епископом был. И где бы я ни встретился, у меня все священники, эти епископы тянули. Рукоположить, рукоположить. Перед поездкой в Америку обязательно должен быть священник. Сидим. Тут епископы сидят, митрополит. Вы должны быть священником. А когда я рассказал... Он говорит, правильно. Кое-где вам ход будет закрытый. Я у Бога это выпрашиваю на молитве. Это не мой брат у меня, протоиерей. Баптистам ты можешь сказать одно. Вы в этих отношениях, где говорите, там, не пить, не курить, вы правы. А в относительно другого иконах вы у нас зайдите и увидите, что они вообще не понимают. Иконы от идола не могут оттечить. Но вы не церковь. Самое главное это. Вы не церковь. Церковь там, где есть епископат от апостольских времен. У вас ничего нету. Самозванная секта. Вот, Игнатий Тихонович. Я вот святых отцов насчет... Да, я согласен. В одних людей, в одних святых отцов, допустим, слова Иоанна Кронштадтского, я не помню. Он говорит, если бы я был католиком, я бы не спас. То есть, да, у них есть апостольство по рукоположению. Но самое главное, апостол Павел говорил, что братья, стойте и держитесь предания полученного или словом, или посланием нашим. Написано, если ангел с неба будет вам благоустроен, то что мы получили. И опять же, в богословии есть такой принцип, консенсус патрум. Согласие святых отцов, потом вопросы. То есть, они имеют преемство епископата, но не имеют преемство веры. Католики, они вели новые догматы. Перенство Папы. И попортили учения про эпидемию и так далее. Они отпали от церкви. Монафюзиты, ну, там сложно, но я согласен, что тоже, возможно, не отпали. То есть, и опять же, веру воединую. То есть, церковь, написано в Библии, что церковь, у Господа Бога одна невеста. Написано, один Господь, одна вера, одно крещение. Одна церковь. Я не верю, что католики это церковь. Не верю. Не знаю. Церковь, это церковь. Настоящая церковь. Со множеством заблуждений и ересей. Церковь определяется единственным чем. Они также веруют в Троицу. Они имеют рукоположение от Петра. У нас у православных как Андрея, это брат его. Это определенно еще ткани церковь. Церковь от апостольских времен. А кто от кого отпал, это еще надо посмотреть. У нас все, все от нас отпали. Они изменили там догмата, да, изменили. Это дело уже на рассуждение будущее. Я с ними не согласен. Я не католик. Но скажу, что это церковь. И это показывает наши иерархи. Не только Варфоломей, Кирилл все. Когда они встречаются. Это, ну да, до одного все понимают. И допустим, вот сказали до Халкидонски, там, говорить о Григориано-армянах. Мы только делимся мнением. Я не настаиваю вам. Я не Григориано-армян. Но это церковь. Копки и сирийцы. Вот резали их там. Все, больше нигде нет. Не сохранили. Это действительно так. Сирийцы наши братья. В периоды революции очень близко сошлись с англиканской. Они доказали, что у них сохранилось рукоположение. Но сам акт соединения не произошел. И поэтому к ним мы относимся осторожно, но ничего не говорим. Я с католиками никогда не спорю. Только внешне. Вот это примат папство, это абсолютно не христианское. Ни под каким видом не согласимся. А относительно филиоква от отца и сына. Половина святых отцов понимали так и так. Об этом даже рассуждать не надо. Но вот что он бритый. И то, что они при счастье изменили, там, какую-то обладку дают. Винания, в телах крови нет. Это с этим тоже не можем... Что крестят там кропление какое-то. Вообще у нас хоть один процент из ста крестят священники правильно погружение. Там вообще ни одного нет. С этим не согласиться. Никак нельзя. Никак. Но это церковь. У нас тоже заблуждений много. Вы относитесь к московскому патриархату? Да. Ну вот так и держитесь. Держитесь. И будьте осторожны в этих словах, что говорили. Это я не на своем настаиваю. Я не говорю там о других каких-то. Беру там самые высшие иерархи. Вот. А обвиняют в чем-то Кирилла, патриархи Кирилла. Да. В чем-то да. Но здесь вот этого Илариона Алфеева. Но здесь надо быть просто минута молчания. Вот они встречаются где-то. Вот подошли под благословение у Папы. Мы были в Ватикане. Год назад я подарил книги Папе Франциску Бенедикту. Потому что это церковь. И если они где-то заходят грань, мы можем молиться, чтобы этого не было. И вот как? Мои слова в интернете к ему не дойдут. Я могу только молить. Я молюсь каждый день. Но мы принадлежим к русской православной зарубежной церкви. По сегодняшний день только две общины осталось на весь Советский Союз. Только две. И в таком положении, как мы, вот находимся, чтобы признавать и остаться, видимо, и за рубежом нет. Потому что они перешагнули то, что хотели. Был акт о каноническом общении. Мы признали. А они теперь объединены. А объединение это путинская была идея. Они под Путина играют. Хорошо. Хорошо. Они одновременно для Путина открыли 336 пунктов саглядания. За рубежом. А это чего-то стоит. Путин, он КГБшник. И поэтому под него не надо играть. За него надо молиться. Представь себе. Свои люди одновременно 336 пунктов образовалось. Люди, которые расположены сюда. Ну и, естественно, мы должны быть очень внимательны. Мы за Путина молимся, за Патриарха молимся. Но в храме у нас поминается имя Патриарха. Когда приезжает Патриарший митрополит, мы вместе служим. И у нас тогда они поминают Патриарха, его и местного епископа. И нашего митрополита Илариона. Нападает. Кто у вас епископ? Ну как, кого упоминает местный епископ, тот и есть митрополит. Не надо смотреть, кто-то говорит. Собаки лают, а караван идет своей дорогой. Мне пришла сейчас мысль про примат папства. Был Второй Ватиканский собор. Был такой словацкий, как там у них, кардинал словацкий. Он выступал против богмата папства. Он был кардинал. Вот там есть в интернете четкий материал. Его четкая речь. Это римокатолический епископ. Он выступал, он четко по Библии, по святым отцам выступал. Есть такой материал. Католики, когда видят, они просто падают. Ну у меня во втором томе, вот у меня книги 30 томов по открытым окам. Второй том это противосектанский. И там это все описано. Смотрите. О католиках, о примате, обо всем. Любой вопрос у меня в книге там отвеченный. А почему, вот я заметил, у ботистов стоит их община, собрание, да? У них четко идет молитва. И в конце, во имя Иисуса Христа, аминь. Православных я что-то такое не замечаю. А Господь говорит, просите, и там проще во имя Мое. Так что ничего нет. У нас привыкли так. Надо от этого, от стандарта иногда отходить. Вот почему у нас это. Они молятся правильно. И мы молимся правильно. Потому что это многообразие. Еще попросите во имя Мое. Во имя Мое Христос сказал. Они во имя Его и просят. И ныне понимают. Во имя Отца и Сына Святого Духа. А там описано. Крестились во имя Господа Иисуса. И отделились именники, которые во имя Отца и Сына Святого Духа у баптистов. Не молятся и не признают Троицу. То есть пошло дальше. Вот как. Это неправильно. Во имя Господа, значит, в честь кого пришли, а произносят слова Отца и Сына Святого Духа. Тогда противоречий нет. А они, ну это, что такое секта? Узлая взгляда на истину. Дмитрий Дудко говорил. А миссионер... Лютер говорил первый, секта. Кунцевич говорил так. Это нечто, нечто грозное, зловещее и неуловимое. То есть все время меняют тактику, меняют догматов практически почти никаких нет. И поэтому тут надо быть осторожным. Хорошее, да, мы им говорим. А то, что они не церковь, тоже должны сказать. Примите епископат. Пусть они будут без икон, но только чтобы не хулили. Пусть Божьей Матери не молятся. Ни Ангелу-Хранителю. Это не в догматике. Это нет. Но лишь бы они не хулили. Пусть они без одежды будут. Галстуки снять, это естественно. Галстук это масонский знак. Вот интересно. Как галстук снимут, обязательно должен быть расстегнутый. Никогда не расстегивайтесь. Полностью застегнутый, как в армии. Вот вы как есть. Никогда. Это все масонское. Мы должны даже внешние атрибутики отвергаться. Галстук это удавка. Удавка дьявольская. Аксессуары, говорит, о рабов 21 века. Простите, что перебывали. Простите. Я за всю жизнь, а я 53 года с лишним, беседую с разными сектантами, с католиками никогда не спорил. Если я встречаюсь первый раз, я ему скажу все, спорить уже не буду. Зачем? Мне это ничего не даст? Никак. А это он узнает. Я ему говорю, да я знаю, что тут у нас не все благополучно. Почему, интересно, патриарх должен подчиняться папе? Откуда вы взяли? Ведь вначале-то мы нигде не считаем, что апостол апостолу где-то подчинялся-то. Все на равных. И когда я пришел, Павел, говорит, им они не ложили на меня других каких-то тягот-то. И некоторые, которые посчитаются столпами церкви, для меня ничего в этом великого нет. Епископ отдельно. Может без патриарха быть. Когда? В то время советской власти. 362 правило от патриарха Тихона. Отдельно. Когда связи никакой нельзя было иметь. Ну а сейчас-то нет этого. Нужно. Игнатий Тихонович, а вот у вас рубашки, рубашки, там пояса. А это не... А это... Да, я вижу. Спаси Христос. Да. А это не чисто русская традиция внешняя, под которую вы нашли стихи Библии, возможно. Я не знал, да. Под русскую, под русскую-то как говорить так? Просто мы видим, что нормально и все. Вот русская, допустим, это вот в платках всегда были, у нас строго два платка, вы видели, как у нас одеваются где-то. Вот и некоторые у нас, он косоворотка у него, там с Белоруссии один прислал, но этого нет. Вот, грубо говоря, украинцы, когда стоят в храмах, они в нишеванке. В нишеванке. Да, я видел, видел, хорошая, красивая, замечательная. Ну, не всегда есть такая возможность. Вот, у нас нет этой возможности. Мы живем в абсолютной бедности, в абсолютной. Но живем легко и у нас легко. Ну, образец, вот я скажу, прошлые годы, когда до перестройки у нас было, у меня на питание уходило 10-11 рублей в месяц. А работаю на стройке, на тачке бетон возить на второй этаж, вручную. Бог дает необыкновенную силу, когда ты постишься, соблюдаешь. Мне всякие пакости там делали. Я возьму с собой два, видите, ломтя хлеба. Так они взяли, мышь убили, мне мышь заложили между хлебом. Дескать, мясо не езды, кем у мяса. Ну, ничего, без обеда. Ангел накормит. У меня было такое, как я по сегодняшний день, считаю, меня ангел накормил. Один раз. Сарай. Сарай далеко в огороде, а хозяйки нет, уехал. Я один живу. И сугробом заметает. Я пришел с работы, когда заметено, видно, что с утра. А там у меня лежит ключ. Откуда? Я слышал эту историю. А я захожу, а там большая, огромная кружка, теплая, парится буквально, и ломтя два хлеба, компот. Я никому не знакомый, в незнакомой местности. Даже что хочешь, то и думай. Другой раз я стою в очереди покупать билет из Новосибирска в Барнаул. Ну, уже близко к очереди. А у меня всего три рубля. Три рубля, больше у меня ничего нет. И в это время подходит бабушка и со слезами просит, я не могу уехать, кто подаст. Я взял и отдал, но вышел из очереди, делать нечего. Я пошел, думаю, у проводника попрошусь ехать-то надо. Подхожу, руку с улыбкой в карман, это моя, которая была тройка, лежит, свернута, моя тройка. Она новенькая такая. Ну, вот, что хочешь, то и думай. Игнатий Тихонович, тоже такой вопрос. Могу ли я официально, так как я давно слушаю проповеди отца Даниила Цесоева, я его считаю священным мучеником. Да. Я могу молиться ему до официального прославления? Можете, конечно, но это ваше, я расскажу о себе. Я нахожусь в тюрьме, и в это время сообщают, архиепископ Ромера, кажется, в Парагвае был, ну и он говорил, зачем вы, американцам говорят, зачем вы вооружаете наших повстанцев, и они убивают, там до этого убили четырех монахиней и проще это. Но они решили его убить. И он выходит с чашей, чашу в руке держит, ну я возьму вылечительное стекло, и вот так вот. А в это время, там напротив, допустим, магазин, и там снайпер засел, а другой в это время дал очередь поверх голов-то. И народ-то упал, а он один стоит с чашей, он никуда-то, и снайпер сразу его убил. Христос, Христос, а убил? Эти упали, а он с чашей один остался, потому что в толпе-то его нельзя застрелить-то. А снайпер другой тогда в это время стреляет и его убил. Я сижу в это время в тюрьме. Я прочитал в газете, и я сразу стал ему молиться. Так он католик. Ну простите, пожалуйста, простите. Он католик, но он мученик, с чашей в руке. И я помянул его, упокоив в обителях небесных, и сказал Ромеро, попроси Бога, чтобы мне быть таким же мужественным, как ты. Я просто, это мое, я никому не настаиваю, никак. Вот и все. Саря Николая, когда канонизировали это, а я молился ему с самого вначале, он мученик. Он из царей самый никудышный был. Допустил такую беду. Но как по вере, по-христиански, это был лучший царь. Вот он мучился, сколько было. Для меня мы каждый день ему молимся, ну поминаем где-то. А если не молиться? Ну, я православный. Да что вы, какие-то костыли держите? Да, я костыли держу. Но у нас единство не разрушается смертью. Мы молимся всем, и Серафиму Саровскому, и Сергию Радонежскому. Вот так. Я не молюсь Иосифу Володскому. Этому не молился и молиться не буду. Палач. Палач, инквизитор, Тарквемада, православный Сталин. На его совести, может, тысячи людей, которых он замучил. А боролся с Нилом Сворским. Нилу Сворскому ты молись. Тот боролся, чтобы богатство было. И всех еретиков только казнить. Он бухтел и бухтел князю своем. И, наконец, подбил его на это. Мне нравится, вот, Константин, император, которого равнопостным считает. Конечно, он никакой не равнопостный. Он крещение принял перед смертью. Но когда христиан, христианскую религию он сделал официальной, христиане сразу же к императору обратились, чтобы свернуть голову всем еретикам. Ну, это понятно. И он сразу сказал, садитесь за стол и беседуйте. Никого гнать не надо. Вот образец. Сидите. Сидите и беседуйте. А они сразу. Ария, сослать. То, другое. Ну, что сослали-то? И что изменилось-то? И вы такие же, как они? Тебе не нравилось? Ну, нельзя так иметь такой, говорит, синдром Зулусов. Его спрашивают, что хорошо. Он говорит, хорошо, когда я убью врага, возьму его жену и имущество. А плохо, плохо, когда он меня убьет, мою жену возьмет и имущество. Это Зулусы. Такое племя воинственное. Я знаю. Вот. Не так надо рассуждать. Не делай прищем, еще себе не желаешь. Простите. А вы стыкали в жизни с Иоанном Шанхайским? Шанхайским? Иоанн Шанхайским. Максимович. То, святой. Ну, я там не был, когда он умер уже. Но я был у его бащей в Сан-Франциско. Где он служил и что он терпел. Это я все знаю. Я, когда приехал туда, его уже не было. Что вы говорите о Максимовиче? Ну, да. Я его хорошо знаю. Да, это был настоящий святой. Что интересно, это я уже говорю из его биографии. Он ходил. У него носков никогда не было. И однажды он идет. А там преподаватель, священник католический. А студенты ей говорят. Ну, это все было когда-то. Сегодня святых-то. Где мы их увидим? А он в окно выглянул. Идите сюда. Смотрите, кто идет. Так это православный. Вот это святой. Вот для меня мать Тереза святая. Калькутская. Для меня она святая. Я никому не настаиваю. Она албанка. Она по всем параметрам подходит. Она при жизни. Да. Вольф Сипова. Он про молитву. Про молитву. Игнатий Бринчанинов. Наши святые отцы. Игнатий Бринчанинов. И так далее. Они критиковали их образ молитвы. А пускай критикуют. Я его не осуждаю. И пусть он меня не осуждает. Их образ молитвы. Да какая бы молитва ни была. Она искренная. Когда молятся Богу. Допустим, мусульманин. Первая ступенька молитвы. Простительная. Там все. Все. Коммунисты кричали. Спасибо, мама. И кто бы ни был. Всех. Вторая благодарственная. Туда не каждый лезет. За все благодарите. И третья. Высшая ангельская. Слава слове. Мне не надо не просить ничего. Аллилуйя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Не такая молитва. Господь слышит. Он слышит. Когда человек говорит. Воззови ко мне. Я услышу тебя. Как стандарта нет. Почему у нас не поминается имя Яговы? Мы его включили. Почему? Я слышал. Я слышал это неправильное имя. Яхве. 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 Там проще неправильное произношение. Ну так принято. У нас в Библии 8 раз написано Ягова. И Ягова. Так принято? Не знаю. А? Я слышал это. Позднейшая вставка. Самаряне. Когда-то вставляли. И это где-то с 12 столетия имя Ягова. Встречается. А оно не библейское. Ну я так слышал. Оно библейское. Аврааму Бог открылся. Ягова. Будем говорить Яхве. Как тебе имя? Он говорит Яхве. Моисею открывается. Это 3600 лет назад. 3600. И 400 добавь. 4000 назад. 4000. Давраама. Вот еще. Личное мое. Вот. Я знаю, что я. Я четко знаю, что я не рожден свыше. Вот. Очень просто. В аптистов. Когда считаешь. Ну прими Иисуса как личного спасителя. И там я слышал тот основатель в методической церкви. Он был англиканин и так далее. Он всю жизнь мучил. Как вам написано. Он всю жизнь мучился, мучился. А потом как-то помолился. И его всего поменяло. Я вставал на молитву. Ну. Говорил слова. Но. Не менялся. Как грешу, так и грешу. Не вижу, что я прям. Какой-то ангел. Какой-то. Чтоб свет шел от меня. Вот. Как мне понять, что я буду рожден свыше. Вы как? Сами себя от себя видели свет? Я не видел. Не видел. А, не видел. Ну вот я могу сказать о себе. Поэтому. Если я родился, то прежний умер. Вот в чем дело-то. А зачем рождаться, если я прежний живой? Я встал с колен. И я смотрю на того, который становился. И который встал. Это два разных человека. Во мне мгновенно все переменилось. Все. Я как будто бы только что родился, начал жить. И в этот же вечер я уже на корабле начал свидетельствовать о Христе. Я не мог удержать. У меня как пламя, как огонь какой вырывался. Как? Как? Я ни разу за всю жизнь ни одного голоса не слышал. У меня никаких видений не было. Ничего у меня этого не было. Просто перерождение, как у Савла. В дороге было. И все. Я стал другим. Это. Главное, родные и близкие все это сразу увидели. Значит, буду молиться. Чтобы родиться свыше. Знаете, вот самое, конечно, наши домашние, враги ваши домашние. Бывает так. Но, вот у меня, когда я обратился, ну все знают, какой характер. Там много значит, какие у тебя еще корни. Какие корни. Какие родители были. Это все в тебе как-то проявляться будет где-то. И все сразу заметили. У меня однажды, там, жена не послушалась, а моя мама и говорит ей, ой, Надя, Надя. Если бы Игнатик к Богу не обратился, что бы сейчас было? За косу подтащил, говорит, и голову оттяпал бутапаром, наверное. Вот как. У меня отец такой был крутой. Что-то пришел он как-то. Ну, дома товарищи, там, друзья гуляют. Ну, семья-то большая, 10 детей. Значит, поэтому надо было экономно жить. А когда загулял, все, он матери, режь, жарь русская печь. А они, мужики, пьяно это едят-то, как наркоманы. Много. Он режь, она видит уже половину барана. Она говорит, Тихон, там уже... А у него лежал язотка, он как метнул топором, он в косяк воткнулся. Вот и все. В моей природе вот это вот есть. И поэтому изменения, они настолько зримые, что все до одного это увидели. И вы работали над своим характером. Работать всегда надо. Но это мгновенная перемена. Вот я дальше начал говорить. Вот кем желаешь быть там? Космонавтом. Я желал быть, если по-русски сказать, сегодня террористом. Почему? А там сеть коммунистам. Меня никто за это не осудит. Вот музычка там у вас убили. Сашка Билый где-то. Я был в Москве, и меня спрашивает, а игумен Кирилл, вот. Ну, у вас как-то вот получается, с любым, говорит, находите общий язык. А с музычкой, она, говоришь, нашли бы, я, говорю, искать не стал. Музычка это я. Это я. Ему сколько зла принесли. Но и он-то стал каким. Скольких он русских убил-то. И поэтому он сам себе заработал, что есть. Но если бы раньше встретились, я бы сказал, Саша, выход во Христе. Другого выхода нет. Я музычка до обращения ко Христу. Вот и все. И теперь понимай, какую перемену во мне Бог взялся. Если бы музычка сделала со христианином. Да. Инатий Тихонович, а вы слышали про новый фильм? Иван Ихлобестин снял. Называется, вот так и называется, Иерей Сан. Он про японского священника, про японского священника, японской православной церкви, который переехал жить в глубинку русскую. Вы не слышали про него? Ну-ка, назови правильно. Как фильм? Иерей Сан. Дальше какая буква говорит? Иерей Сан. Сан? Да, да. Сан с большой буквы отдельно? Да, это японская. Исповедь самурай. Вот так фильм называется. Это он, наверное, Александр, а Сан? Как? Сан это Александр. По японски переводят так. Да? Ну, я и так думаю. Сан это мужская приставка. У женщин тян, а мужская Сан. Может быть и так. Ну и что? Я посмотрю, если найду. А вот видели фильм «Код бытия»? Как «Код»? «Код бытия». «Код бытия»? Да. Нет, не видел. Даже не слышал. Вот вы не знали меня до скайпа? Я вам сбрасывал в контакт по-английски песню из него, что я солдат, ну, вы же знаете английский. Нет, сейчас уже ничего не знаю. Я 53 года не касался ничего. Все оставлено позади. Но в Англии был, в Англии, говорю. В Америке был я в 92-м году. И там две недели не пробыл. Я уже по телефону по-английски разговаривал. Это восстанавливается. Ну, я... Там очень хороший фильм. Тоже хороший. И он христианский. И тоже завершая... Еще назву два фильма. Мне тоже понравились. Даже три. И что интересно, два из них итальянцы-католики сняли. Святой Августин, двухсерийный. Там прямо по его исповеди построен этот фильм, как он умер. И второй фильм, я очень удивился, называется «Святая Варвара». Про великомученицу Варвару. Тоже есть такой фильм. Итальянцы сняли. И еще один фильм, я говорил, называется «Бог не умер». «Бог не умер» называется. Там сюжет какой? Значит, студент, христианин, протестант, все. Он поступил в колледж, и ему попал философ, который атеист. Он заставлял всех писать на бумажке «Бог умер». А он один встал и вел с ним диспуты. В общем, интересный тоже фильм. Ну, вы человек занятой. Так, вопросов больше нету? Нет. Так, давай договоримся, Иван. В следующий раз ты являешься, если думаешь, беседуешь уже с Бородой. Игнатий Тихонович, когда я смогу посмотреть этот ролик? Когда? Вот этот, ну, неделю через две. Я его отдаю на кто-то закачивает. Ну, может быть, две. От силы, может быть, две с половиной. Потому что я только собираю, отдаю и редко-редко ставлю сам. Ну, тут два дня перед этим, мне срочно нужно было, я поставил два. Вот вчерашняя там уборка, вот посмотрите там. Я видел. Видели, да. Ну, бывает, там вот про Сирию, тут я тороплюсь скорее поставить. Момент, горящая тема. Вот, тогда прощаемся, но помолитесь за меня. А мы тебе уже молимся. Спаси Христос. Да, у нас так молитва. Начинаем три святое и сто поклонов. Ну, если ты с нами был бы, то это вот, который дома, ребята, семь раз в день минимум становиться. А раз я на пенсии, у меня бывает до восемнадцати раз в день. Это перед Богом я говорю. Потому что Бог побуждает, человеку это нельзя сделать. Это другой настрой. Совершенно другой настрой в душе. Не хочется даже громко разговаривать. Я громко говорю, потому что у меня ослабленный слух. Поэтому так, ну и нужно. Слово Божие нигде не говорит, говори тихо. Говорит, возвысь голос твой. На горах Израилевых. Ну, с Богом, Иван. Спасибо, Иван Иванович. Во славу Божию.